У Петрикове протягиваются масштабные работы по реконструкции. Яны закранули объекты жильевого фонду, социальные сферы и места отпочинку. Особная увага – модернизации в уличной дорожной сетки. В обновленном городе изъявятся новые кольцевые пересечения, светлофоры, а так само велодорожки, запотрабованные сяродмясцового насельництва. Ходом работ потекавился Дмитрий Котау. На стадии подрыхтоки работ по доброупорядкованию в уличной дорожной сетки с упрацовниками да и проведенный анализ. И он свечит, что вельми часто отбываются дорожно-транспортные здарения с уделом автомобилистов и велосипедистов. До того же двухколовый вид транспорта вельми распаусюдженный сяродмясцового насельництва. Его владельником з'является амаль кожный пятый же Хар Петрикова. И тому решение в створении велодорожек не просто потребование часу, а не обходность, якая дозволит значительно снизить рызаку ДТЗ в будущем. Очень радует то, что в городе появились велосипедные дорожки. Раньше как таковых не было. И сейчас получается, я спокойно могу передвигаться по городу, не создавая препятствия тем самым движущемуся транспорту и пешеходам. Велосипедные дорожки у Петриковой будут с трех видов. Особные, сумещенные с пешеходными, а так само выделенные уздовж проездной частки, отделенные разметкой и специальными техничными сродками. Что дозволит полностью минимизовать максимум сутыкнений велосипедистов с автомобилями альбо великогрузами. Сигнальные столбики, которые имеют световозвращающую поверхность, в темное время суток они дополнительно информируют водителей путем отражения светофар. В дневное время суток они видны в виде барьеров, которые препятствуют въезду транспортных средств на велосипедную дорожку. По мнению госавтоинспекции, такой способ организации дорожного движения путем выделения отдельных велосипедных дорожек от движения транспортных средств позволит повысить безопасность дорожного движения и сократить количество совершенных ДТП с участием велосипедистов. У целых за опошние месяцы проведена авиализная работа по доброаппараткованию в улицах, на некоторых из них уже усталеваны новые огороджика для припынков громадского транспорта, регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Побудованы два кольцевых пересечения, проведена модернизация ранее иснующего. До речи, подобные объекты подтвердили свою корысть у инших городах в области. Строительство кольцевых пересечений направлено, конечно же, на повышение безопасности дорожного движения. Данные кольцевые пересечения зарекомендовали себя только с положительной стороны и они служат для минимизации тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. То есть безопасность дорожного движения повышается, а уровень аварийности снижается. Так само в планах заявление трех новых светлофоров. Полностью работы по доброаппараткованию в улично-дорожной сетке Петрикова завершить на приконце вересня под шатку костричника. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова.